Документ 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 Это будет просто очередная охота на ведьм. И самое главное, это попытка действительно вести цензуру, которая запрещена не просто законами Украины, а конституционной нормой о запрете цензуры. И самое главное, я хочу поздравить опять же украинских депутатов. Скоро у нас будет как в Российской Федерации, когда там, допустим, говорят, правый сектор, организация запрещенная в России. Точно так же у нас, наверное, будут журналисты говорить, например, районы Донецкой и Луганской областей, которые Верховная Рада требует называть именно таким образом. Да, обязательно. Эта норма предусмотрена. Одна из основополагающих в этом законопроекте. Мы обязательно ее обсудим в отношении так называемых ДНР. И, честно говоря, это смешно и абсолютно неэффективно. И нормальные журналисты, а они есть в Украине, найдут способ тысячу раз обойти эти нормы и выставить инициаторов этого всего в глупом свете. Продолжим обсуждение. Давайте послушаем синхронные выступления на этом комитете, на заседании комитета одного из авторов этого законопроекта, народного депутата Украины от Народного фронта Василия Бурбака. На передоне президентских выборов нужно защитить информационный простор Украины от Кремля. Не дать ворожьей пропаганде действовать на нашей земле под прикрытием свободного слова. Это треба общества. СБУ и другие органы должны раскрыть шляхи финансирования про путинских ЗМИ, которые неприхованно работают на капитуляции Украины перед Россией. Необходимо запровадить криминальную ответственность за заперечення факту агрессии России. Разочаровали авторы этого проекта, глубоко разочаровали, потому что я думала, что они пойдут гораздо далеко и вообще запретят в нашей бытовой и официальной лексике вообще какой бы то ни было однокоренные слова, где есть корень роз, рус и другое. Тут они, конечно, ограничились исключительно средством массовой информации, но мыслят узко, узковато. С другой стороны, вы даже анонсируя тему нашего разговора, в одном предложении уместили совершенно противоположные фразы, читая ленту, да, у нас свобода, комитет по свободе слова провел закрытое заседание. Обратил внимание на это. Уже несусветная глупость, которая опять-таки демонстрирует ограниченность. У нас бороться и противодействовать державе агрессора, у нас нет других способов, как вот принимать такие ограничения. Как правильно сказал Михаил, совершенно размыты, потому что, ссылаясь на терминологию другого закона Украины, принятого в феврале этого года, о реинтеграции Донбасса, в этом законе нет такого раздела, где четко прописаны терминологии. Есть исключительно пару терминов, которые зафиксированы. Это темчасовое оккупование территорий у Донецки и Луганских областях, темчасовая оккупация, держава-оккупанты, сбройная агрессия. Все. Такого раздела, как терминология, нет. Это действительно будет широко трактоваться так, как это хочет Национальный комитет по радио и телевидению. Плюс все прекрасно понимают, кто познакомился хотя бы с пояснительной и сравнительной запиской данного законопроекта. Абсолютно модное слово «коррупция», коррупционная составляющая. Все прекрасно понимают, когда есть структура, которая сама мониторит, сама выносит решение о наложении штрафа и сама штрафует. Это, естественно, мы говорим о ручном управлении, ручном, о любых манипуляциях в этой среде. Структура – это называется национальный свет по вопросам телерадио-вещей. Конечно же, конечно же. Не может структура сама мониторить, сама назначать штрафы, анализировать ситуацию и штрафовать. Изменение касается шестой статьи, в первую очередь, закона о телерадио-вещании. В ней говорится, в частности, о недопустимости разжигания национальной и расовой розни и раскрытия гостайны, в частности. Законопроект предлагает добавить в эту статью еще и высказывание, оправдывающее и признающее правомерное оккупацию территории Украины, если такая трансляция преследует цель разжигания вражды и ненависти. Это то, о чем вы, Ирина, говорите. Очень размытый термин. Что значит разжигание национальной вражды? То есть, если мы говорим о том, что происходит по ту сторону линии разграничения на территории оккупированных территориях, так называемых ДНР и ЛНР, то мы, получается, априори разжигаем вражду и неность, потому что мы, вроде как обсуждая события на той территории, каким-то образом, может быть, оправдываем или в понимании журналистов легитимизируем в общественном понимании те процессы, которые там происходят. Опять-таки, с поправкой в этой же статье, шестую, там есть формулировка «якщо преследуем и ту». То есть, тут еще будут какие-то у нас мегаэксперты. То есть, они должны понимать, что я в этом думаю. Ну, понимать, трактовать ваши слова, слова журналистов о том, вкладываете вы смысл в это, имеете, ставите вы для себя цель, или просто констатируете тот или иной факт из жизни темчасово оккупованных территорий у Донетики и Талганских областей. Ну, и, конечно же, нельзя не сказать о том, что главное экспертное управление Верховной Рады, которое занимается юридической экспертизой всех поданных законопроектов, отправило этот законопроект на доработку, как несоответствующий, в том числе, принятым законодательным актам, и имеющий ряд дубляжа и вот такую размытую... Ну, вероятнее всего, все равно в той или иной степени будет принято. А тут как посмотреть? Однозначно в журналистских кулуарных кругах это муссируется тема, то, что и вы сказали, что это все связано напрямую с Ньюс Ван, с рядом с телекасса 112, может быть, еще с другими, упоминается очень часто фамилия Медведчука, но, зная эти полномочия, зная вообще масштаб действия, возможный масштаб действия этого человека, этого политика. Я думаю, что, может быть, и не поднимется рука до нажатия кнопки в сессионном зале за первое чтение у ряда депутатов. Мы не забываем, что выборы на носу, и необходимо каким-то образом приструнить те СМИ, которые дискредитируют действующую власть. Ну, такая логика, наверное, у власти мучает. Действующую власть дискредитирована сама СМИ. Не согласится с тем, что это делается исключительно под выборы, для того, чтобы зачистить электоральное поле. Мы так и говоря давно знаем. Во всяком случае. Ну, может быть, но мы так и говоря давно знаем. Что вы думаете, цель, цель принятия этого? Могу только добавить, здесь слишком все очевидно. Могу только добавить, что надо понимать, что это не только с целью зачистить, а еще определенным людям пропиариться. Обратите внимание, как на этом, вот на определенный электорат, там же тоже своя очередь стоит. В своей очереди надо тоже быть первыми. И на эту первую очередь кто-то, ну, ясно кто, кто работает. Ну, что еще могу добавить, когда проигрывается борьба смыслов, начинается борьба с формой. Я сел на характер после вот приглашения вашего в эфир, сел и на бумаге выписал, сколько я могу придумать, ну, вот так вот, не залазя в интернет никуда, сколько синонимов. Нашел больше десяти. Синонимов вот тем территориям, которые нельзя теперь, если язык он, нельзя называть. Вот, кстати, те территории тоже. Да, это как Волан-де-Мор. Те территории. Читаем Гарри Поттера. Территория по ту сторону. Как мы называем часто, по ту сторону колючей проволоки, имея в виду местами столь отдаленные. Еще один синоним, да. Точно так же и здесь. И русский, и украинский язык позволяют играться с этими. Это борьба с формами, да, похоже, что это борьба против конкретных СМИ. Обращаю внимание, только не надо говорить СМИ, потому что там точно телерадио, да. Печатные СМИ, кстати, важно отметить, в эту категорию не попадают. Не печатные, а электронные СМИ тоже. А учитывая, что большая часть контента сейчас уже давно в интернете, то есть, по сути, это борьба с конкретными лицензиями. Обратите внимание там, и если почитать внимательно, то опять-таки, да, там, какое-то количество от лицензионного сбора. Но то, что на сегодняшний день современная техника позволяет все это делать без лицензионного сбора, и, грубо говоря, я не говорю там, на любом канале, вечером будет уходить одна группа людей, вторая будет в той же студии готовить тот же контент, но он будет выходить, не знаю, вкачиваться и выходить с любого там, не знаю, с доменного имени Норвегии, который будет точно так же рекламироваться, как доменное имя Норвегии, вот тут вот по всем внешним, мы получим тот же результат. Абсолютная ерунда, которая имеет под собой цель, с одной, одним попиариться, против других поработать, вот такая вот каша, она, эту кашу варят без особых смыслов. Борьба за смыслы явно проигрывается. С этой точки зрения я хочу добавить только одну вещь. То есть, когда мы говорим о том, что на востоке страны, да, вот, в тех самых временах оккупированных территориях, они есть, и Украина борется, в том числе, там, и тут мы говорим о том, что мы хотим вернуть территории, включая Крым. И на международной арене мы говорим, что нужно вернуть территорию, включая Крым. На каком языке вы хотите говорить с теми гражданами, которых вы хотите вернуть Украину? То есть, вы здесь рассказываете, как их называть? Вы хотите вернуть, опять же, если мы говорим о смыслах, заявлять о том, что мы хотим их вернуть в Украину, и не делать ничего для того, чтобы это произошло, в том числе, идеологически и политически. Но это, наверное, разное все-таки. Мы постоянно, и в том числе и в этой студии, и в том числе и журналисты, которые там много лет в профессии понимают, что происходит, мы постоянно, прошу прощения, обсуждаем какие-то тактические шаги. Вот давайте сегодня вот абсолютно точно по этому закону признаем, стратегии нет никакой. То есть, просто нехорошей, не плохой. Хотя бы была бы плохая. То есть, стратегия одна, пересбраться. Это тоже, и тоже этой стратегии нет. Мы пару недель назад... То есть, нет никакой стратегии. Вот этот законопроект, смотрите, он и изложен был кошмарно. Замечательно, ира обратила внимание, что нету понятия терминологии, нету понятия трактовать, нет понятия, как вообще бороться, если просто... Ну давайте представим, сошел с ума кто-то в нацсовете и просто говорит полную ахинею. А как с ним бороться? Ну он наложил штраф и все. В суд на него подавать. То есть, надо сначала заплатить, потом в суд подавать. То есть, вечная такая проблема. Нет стратегии, есть какие-то тактические шаги для чего-то сделанные. Ну важно понимать, что у нацсовета последние 4 года, при всем уважении к его членам, к регулятору, собственно, это уважаемый орган, структура, в нацсовете достаточно... Я в нашем мире также так говорил. Достаточно часто тоже размыты трактовки и формулировки. И достаточно, я пойму такую внутреннюю кухню, изложу немножко такой, раскрою инсайды наших телезрителей, как это все происходит. Очень часто так называемые неравнодушные граждане, вот неравнодушные граждане, звонят на совет, пишут туда заявление о том, что они заметили на том или ином канале или радио какую-то информацию, которая им кажется, что она нарушает какие-то требования... Какие-то их чувства еще. Какие-то чувства, и, допустим, по их мнению, шкодит национальным интересам краины. Но при этом... Прошу обратить внимание на те факты, которые были изложены в такой-то, такой-то программе. На таком-то... На заявочку таких неравнодушных граждан. На таких заявок поступает на совет многие-многие десятки. И, в частности, многие каналы в Одессе, я думаю, те, кто нас смотрит, знают о том, что это происходит и сталкивались с такими проблемами. И нацсовет в любом случае обязан рассмотреть по процедуре этот вопрос. Он рассматривает этот вопрос и затем назначает внепланную проверку, по результатам которой выносит то или иное решение. Но уже на этапе проверки, оглашения, объявления проверки нацсадой по телевидению и радиовещанию уже у каналов возникают некоторые проблемы. Потому что необходимо четко... Они понимают, что вот в этот момент, какой-то определенный момент, или вот от момента оглашения начала мониторинга, необходимо теперь действовать как-то иначе. Но не то чтобы иначе, а крайне аккуратно, потому что за вами сейчас следят, и моментально вас могут просто глобобаряшими штрафовать. Добавлю одну вещь, важно... Во-первых, неравнодушные граждане присылают подобные заявки. Там, во-первых, очень четко снят материал, во-вторых, еще и время снято. Они успевают еще и запрос написать на телеканал, получить как гражданин эфирную справку, что, кстати, телеканал можно закидать. А теперь самое интересное наступает. А в этот момент, даже если телеканал будет работать так же, и работает замечательно, работает в силу закона Украины, и в рамках закона Украины. Соблюдая все нормы. Да, раздувая просто эту информацию, что проходит внеплановая проверка, телеканал теряет определенных рекламодателей. При этом, при всем телеканалу ничего не возмещается. Не возмещается абсолютно. И сейчас я, честно, мне не нравятся оба телеканала, которые сегодня называли, вот не хочу их в слой, да. Ну, есть личные пристрастия, да. Ну, вот, вкусовщина. Не на мой вкус, да, делают контент эти, эти люди. Но меня возмущает то, что уже сейчас наверняка они теряют рекламодателей. Да, и этот, и это не возмущается. Если этот закон с этими размытыми формулировками, как то разжигание вражды и ненависти, будет принят, то это даст еще одну возможность регулятору, надсовету, оглашать, объявлять неплановые или плановые проверки тех или иных СМИ, которые, по их мнению или по мнению неравнодушных граждан, попадают под формулировку разжигания вражды и ненависти. Нет, вы совершенно не правы. Сейчас новые правки в этот действующий закон, там без попереджения телеканал штрафуется на 25%. Даже без проверки. Вам не нужна нацкомитет, то есть сегодня не нужна проверка, чтобы уличить тот или иной канал телевизионный в том, что разжигалось в рамках эфира, может быть, даже прямого. Тут нет ограничений и нет таких скидок для медийщиков. Ничего для этого не нужно. Да, Михаил. Она должна стать фактически федеративным государством. Вот вам рука Кремля, вот вам антиукраинская пропаганда. С точки зрения людей, которые сегодня пытаются зажать информационное поле, это откровенно, ведь сегодня же обсуждался еще один закон о том, чтобы против конкретных каналов были введены санкции, уже через другую структуру, через СНБО. Таких законов может быть огромное количество поправок. Мы видим таких докладчиков интеллектуальных, как господин Бурбак, и завтра могут принять решение о том, что нельзя называть, допустим, Россию Россией, должна быть обязательно московщина и москальский язык. И каналы, которые не будут это выполнять, будут наказываться. То есть вариантов этой руеловской, скажем так, истерии, абсурда, может быть огромное количество, и мы такое видим начало. Еще бы лет пять назад никто бы не сказал, что в Украине могут, при том, что есть каналы, которые открыто проповедуют ненависть к другим национальностям. Мы знаем ситуацию, есть у нас определенные каналы, которые принадлежат определенным политическим силам. На одном из этих каналов, в присутствии одесского журналистов, говорилось о том, что неплохо бы убить этих людей, которые пришли на 9 мая праздновать День Победы. Официальный праздник. Есть такие каналы. При этом другим каналам ничего не разрешается. Понимаете? 9 мая концерт на 9 мая, это нарушение, это антиукраинская деятельность. Мы об этом тоже знаем, когда канал Интер пытались наказать именно за концерт, посвященный 9 мая. И наказали, кстати, штрафом, они теперь судятся. Поэтому все это, это всего лишь попытка действительно заменить действия и даже не слова, а не смыслы, а некой формой. Плюс это жесточайший диктат, потому что на самом деле то, что сегодня считается антиукраинским, через 3 года может быть вполне названо проукраинским, потому что поменяется власть, поменяются идеологии, поменяются какие-то другие приоритеты. И плюс такой подход, это абсолютно дикость, это никакое не движение Европы, это скорее всего даже, ну знаете, самые худшие диктаторские времена где-нибудь в Африке. Я хочу еще обратить внимание телезрителей на те слова, которые сказал Игорь, о том, как и каким языком мы будем разговаривать с теми людьми, которые сегодня живут в Крыму и солидарны с нами там, испытывают те же патриотические чувства, что и большинство украинцев в пределах неоккупированных страной-агрессоров, как мы будем разговаривать с теми, кто живет на Донбассе и живет на территориях временно оккупированных. Потому что, если мы пойдем дальше и ретранслируем этот законопроект на выполнение Минских соглашений, хотя очень часто звучит эта фраза, многие просто не понимают, что это на самом деле. Остановка ведения военных действий, расход на разные территории, по линии фронта, по ограниченным территориям, на расстоянии. И это амнистия, это признание того, что есть виноваты с одной и с другой. Политическая амнистия, конечно же. Но о какой амнистии, о какой попытке диалога с возможными и потенциальными амнистированными можно говорить, если мы заранее четко формулируем. Еще моя любимая фраза, когда я слышу что-то, что у нас делает комитет по свободе слова, ну так называемый комитет по свободе слова, там неполное название, я его прощаю. Ребята, здорово, у нас украинское вещание на юг-юб области Одесской не доходит. Давайте начнем с этого. То есть, то, что в Киеве давайте мы будем мониторить, а то, что просто Украина не может доставить сигнал на сегодняшний день, ну, в ту же Орловку, где сейчас будет переправа, там проблемы просто с украинским каналом. В Торутийском районе прекрасно ловят преднестровские медиа, и мои знакомые в Торутийском районе смотрят российские телеканалы, российские, белорусские, местные, преднестровские, на расстоянии 20 километров от границы с непризнанным Приднестровым. Где защита национальная? И вот об этой защите не говорят, бюджеты не выделяются, а нашей области не помешало бы. Не помешало бы вышку, ретранслятор подчинить. У нас есть такой бюджетный секретик у депутатов разных уровней, когда конец года, когда куча долгов, по невыплатам зарплаты, сразу же в начале года не все же выплачивается. Есть такой хороший резерв, в кавычках, печальный резерв, это 1%, который выделяется и изначально в госбюджете закладывается на Донецкую, Луганскую области, которые, естественно, ни на что не тратятся, и потом дотационно, в зависимости от количества населения распределяется в конце года на все остальные области. Мы можем долго говорить о том, как относятся к переселенцам, людям, которые действительно патриоты, которые избрали территорию Украины, не остались на оккупированных территориях, как относятся к ним государство. Мы прекрасно помним, как государство расправилось с пенсионерами и другими социально незащищенными гражданами, которые жили на территории сейчас уже временно оккупированных, а на те моменты на запреты по выплате пенсий и социальных пособий и они были гражданами Украины. То есть никто ничего по сути не собирается возвращать. Громадное. То есть если говорить о свободе слова, ну вот давайте в социальную политику не будем, пожалуйста, а вот если говорить о свободе слова, в информационную политику. Килограмм проблем. Это свобода слова, я могу говорить, о чем могу. Это пожалуйста, я же поэтому попросил, я запрещаю. Тем более, что я не могу, тут Гриша руководит, из нас четверых. Есть очень много действительно насущных важных проблем, которые не решаются. вообще не решаются, о них не говорятся, о них немодно говорить, а они действительно есть. Давайте говорить о том, что выделяются, деньги куда-то выделяются, у нас есть целое министерство, но я что-то вот за все эти три года я не видел ни одного заказа, вольного заказа, который, за который, загрантик маленький от этого министерства, которое у нас есть, да, чтобы могли побороться, давайте будем говорить об Одессе, региональные каналы, да, Для тех же патриотических программ. Ничего нет. Все деньги идут на проверки, на зажатия, на еще что-то, а не на создания них. Это очень показательно. Плюс к этому информационная сфера – это такая очень гибкая часть нашей жизни, когда любые запреты легко обходятся. И по принципу, мне это не нравится, это я не смотрю, это я не воспринимаю, это я не читаю. Я просто приведу пример параллельный, но где-то эти темы очень хорошо пересекаются. Мы вспомним, сколько шло разговоров о том, что нужно увеличить долю украинского языка в вещании. К примеру, наш регион. Мы знаем, что многие телеканалы, вынужденные выполнять эти квоты, потеряли часть своей аудитории. И теперь люди, у них всегда есть выбор. У них есть интернет, у них есть тарелка, у них есть тысячи других способов получить ту информацию. Пока. Ну, тогда, наверное, будем делать эти квоты. Я вам скажу другое. Я еще такой спойлер, как модное слово. Сейчас с середины октября, точнее, с 13 октября вступают в силу новые нормы об увеличении количества украинского языка в телеэфире. И эта программа, в частности, будет одной из последних в нашем эфире, где я с вами буду говорить на русском языке. А мы будем говорить на русском языке. Вы будете говорить на русском языке, это предусмотрено, но 75% контента, не менее 75% контента на региональных СМИ с 13 октября должны звучать на украинском языке. И ведущий всех программ в обязательном порядке должен говорить на государственном языке нашей страны, украинском. А если прямой эфир гостя говорят на русском, там еще остается вопрос, что... Это еще зависит, это будет зависеть от того, да... Так нет, сам прямой эфир бог с ним, а повторы... Есть много людей, мы отлично, как телевизионщики, знаем, что вот как минимум один повтор дать хочется, потому что, ну, проекта им утренний и вечерний, это разное время на разные аудитории. И проблемы будут с повторами? Ну, в общем, очень много проблем и... Я думаю, что... Технических, процедурных в том числе, будет много ошибок эфирных, к сожалению... Которые можно штрафовать и которые несут себе коррупционную составляющую, потому что широкая трактовка сразу же позволяет... Это повод для разговора с чиновником. Итак, давайте подведем итоги нашего интерактивного опроса. Звучал он так. Должно ли государство вмешиваться в работу средств массовой информации? 9% наших телезрителей считают, что да, должно. И 91% осуждают такие действия, если они будут предприниматься. Давайте подведем итог и проанализируем. Число 9%, наверное, входит в те жалобщики, которые пишут регулярно у нас в Совет. Наставки. Не знаю, ну, живем в демократической стране. Мы, конечно, уже свыкли с тем, что нам запретили ряд соцсетей, запретили ряд советских классических комедий, фильмов. Ну, абсурду нет предела. Хотя предел есть. Парламентские выборы и президентские выборы однозначно, я думаю, что смогут положить конец этим туристикам. Я думаю, что то, что мы сейчас видим, это очень тревожный процесс. Процесс, когда под видом евроатлантической интеграции Украина идет к тоталитарному, националистическому государству, моноэтническому во многом. Это процесс, который полностью перечеркивает, прежде всего, социальную и экономическую базу построения независимого государства. Отталкивает от него большую часть населения, которое не воспринимает это все. Плюс это деградация экономики. И я надеюсь, я тут согласен с Ириной, что только выбор людей может остановить этот процесс. Потому что пока у нас будут такие комитеты с таким руководителем, как Виктория Сюмар, которая вместо того, чтобы решать вопрос, а почему же там кто-то вербует журналиста одного популярного издания, занимается совершенно другими вопросами. Пока у нас будут комитеты, которые втайне пытаются принять решение о санкциях СНБО по отношению к каналам, пока будут звучать фразы антиукраинские, пророссийские и так далее, без обоснования, что это здесь, мы никогда не станем цивилизованной страной. Наоборот, мы деградируем, и это видно и по экономике, и по социальной жизни. И в конце я хотел бы еще сказать еще одну очень важную вещь. Граждане, от вас будет очень много зависеть, делайте осознанный выбор. Помните эти фамилии, которые сейчас на экране говорят о том, что нужно запрещать, закрывать и так далее. Это неправильно, и история даст этому ответ. И я надеюсь, что и с языковой проблем, которые вплоть за ними идут дальше, точно так же будут отношения. И напоследок я хотел бы сказать, что я надеюсь на то, что у нас есть часть депутатов Верховной Рады, которые по различным причинам, в том числе банально из-за страха или, скажем так, за понимание того, что у них закрывается их политическое будущее, не будут голосовать за такие антиконституционные проекты. Игорь. На мой взгляд, очень точно поставлен вопрос. Вот мы об этом не поговорили. Эта ситуация показывает о том, что государство не создает правила игры для игроков, в данном случае телевизионщиков и родинщиков, а является активным игроком, при этом под себя делая правила. Это кошмарно, ни в какие рамки не влезет, добавить что-то сложное. Спасибо, уважаемые гости, что пришли в нашу студию. Сегодня, напомню, мы с журналистами и депутатами Одесского областного совета обсуждали грядущий, возможно, который будет принят закон, об ограничении свободы слова на телевидении и радио, и оценивали шансы, будет ли он и вообще принят. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь с репортером. Спасибо.